Привет, девчата! Привет, ребята! Меня зовут Виталий. И сегодня я продолжу разговор о саморазвитии, который я начал в предыдущем видеоролике. И там я задал вам, девчатам, 8 вопросов. Критерием саморазвития являются измеряемые параметры. То есть в процессе вашего саморазвития вы применяете измеряемые параметры к вашему саморазвитию во времени и пространстве. Более того, при достижении определенного результата продукт вашего саморазвития также имеет измеряемые параметры во времени и пространстве. Если вы ответили на вопрос о саморазвитии, и у вас не имеется критериев измеряемых параметров продукта, результата вашего саморазвития, то такое саморазвитие я называю ложное саморазвитие, потому что вы, девчата, пошли по пути самопознания. Можно проиллюстрировать очень легко тему самопознания, ложного саморазвития, когда оно вам навредило в ваших взаимоотношениях с мужчиной. То есть вы непосредственным образом общаетесь с разными мужчинами, и вы видите, что мужчина вас не понимает. Более того, мужчина, с которым вы близки, с которым вы живете, вы говорите о том, что этот мужчина вас не понимает, он вас не слышит. Мужчина не видит результата, к которому ему необходимо стремиться. Он не видит мотивации, к чему надо стремиться, потому что вы говорите на непонятном ему языке. Вы говорите на языке самопознания. Мы с вами отвечаем на вопрос о том, что такое саморазвитие, и я склоняю вас к этой точке зрения, что саморазвитие – это всегда имеет измеряемые параметры. К примеру, вы занимаетесь фитнесом, и, безусловно, вы имеете измеряемые параметры, которые выражаются в изменениях вашего тела. Когда вы занимаетесь ложным саморазвитием, или вы считаете, что это саморазвитие, и вы говорите о том, что вы набираетесь мудрости, вы хотите стать независимой от мужчины, от его мудрости, от его мысли, понимаете, и вы хотите принимать собственные решения на основе этой мудрости. Это популярное направление такого ложного саморазвития, которое на самом деле является самопознанием и не даёт результата измеряемого. Когда вы занимаетесь самопознанием, там нет измеряемого параметра, понимаете. Там есть чувства, чувства внутренней уверенности, внутренней самодостаточности. Эти чувства, эти ощущения, они мужские, они не женские. У женщины другой параметр внутренний, параметры самооценки, повышения самооценки. А когда ваше саморазвитие, в кавычках, не приносит вам повышения самооценки, не приносит вам результата, продуктивного измеряемого материального результата, это псевдо-псевдо-саморазвитие. Вот на этом я сегодня хотел сделать акцент. Критерием саморазвития для девушек, для женщин всегда являются измеряемые параметры. Критерием ложного саморазвития, когда вы перешли на сторону самопознания, и думаете, что это саморазвитие, является ваше отсутствие взаимопонимания с мужчиной. Когда вы говорите, мужчина меня не понимает, он меня не слышит, он не делает того, что я хочу, и так далее, то вы попали в зависимость от самопознания. Это состояние духовное, к которому женщина тянется так очень легко, и женщина так ловит все эти товарищи, эти мудрецы. Поэтому, девчата, сегодня я отвечал на вопрос о том, что такое саморазвитие, и как к нему относиться, для того, чтобы дальше продолжить саморазговаривать непосредственно о том саморазвитии, которое даст вам результат, даст вам продуктивность. Подписывайтесь, смотрите мои следующие видео, следующие ответы на 8 вопросов. Пока!